Нам для того, чтобы устроить нашу жизнь, нужны всегда эталоны. Нам надо брать с кого-то пример. Когда нет примера, тогда мы не знаем, куда идти, что делать, в какое время. И очень важным моментом, что в каждой отрасли, в каждом виде деятельности есть обязательно некие эталоны. Вот вы видели, даже фильмы про блудницы показывают, у них есть свой эталон. Какой эталон? Они вспоминают, что была когда-то у них блудница какая-то знаменитая, которая вышла за миллионера. И у них свой эталон есть. У спортсменов свой эталон есть, у актеров свой эталон есть. Это очень важный момент. Вы знаете, что нужно здесь нам сделать такой вывод, очень такой вывод мощный такой очень. всякий вид деятельности, который на земле приводит даже к тому, что люди становятся известными, знаменитыми, славными, богатыми, не имеет никакого значения по сравнению с тем, что мы представим пред Богом и дадим ему ответ. Вот это очень важно. И здесь принципиальным моментом является, за что мы дадим Богу ответ. И что есть земная жизнь. После греха падения, после греха падения, человечество из поколения в поколение опускалось все ниже и ниже, и дошло до такого состояния, что дальше уже вот идти некуда. Вот представьте себе, что Господь, Бог через Моисея еврейскому народу дает заповеди. Не убей, не укради. Значит, они убивали. Значит, они крали. Чти отца и матерь твою. Значит, они не почитали отца и мать. Не прелюбодействуйте. Значит, они прелюбодействовали. Вот о чем идет разговор. То есть, в каком состоянии человечества. И сегодня нам еще ученые навязывают, понимаете, что мы вышли из животного мира с вами, из животного мира. Мы продолжение животных. Но разве животные курят? Разве животные матом ругаются? Вот о чем идет разговор. Я не видел в своей жизни, чтобы кошка взяла и сама убила своих котят. Я такого не знаю. Но зато знаю другое, что если котят забрали у кошки, она потом неделю не ест ищет ее котят. Вот это точно. И я знаю другое, что одна женщина мне рассказывала, что ее мать заставляла, начиная с пяти лет, ее топить котят. Она выросла, а у нее детей своих не было. Господь не дал детей. Но она говорит, я помню, как я топила первого котенка, когда ей было там пять-шесть лет, пять лет. Я его, говорит, топлю, а он тонуть не хочет. Я его топлю, а он тонуть не хочет. Маленькая девочка, будущая мать и маленький котеночек, дитя. Кто кого. И вот она в конце концов, я, говорит, ее утопила. Но она всю жизнь это помнила. Я спросил даже, сколько вам сейчас лет? Она сказала, 82 года. Удивительная женщина. Но вот такое в ее душе всегда было. Поэтому мы с вами должны понять, что, например, мы приходим сегодня в общеобразовательную школу. Зачем? Мы приходим в общеобразовательную школу, потому что это предпрофессиональное образование. Нас здесь готовят термины, изучаем физику, химию, биологию. Мы здесь только начинаем. Что такое физика? Это наука о химии. Это наука о биологии. Это наука о... Мы здесь учимся. Самому языку еще только учимся. Еще только языку. Языки народов, языки природы. Здесь только учимся языка. В чем смысл нашего прихода в церковь? Не в том, чтобы разрешить нашу проблему сегодняшнюю. Я болею, и вот сейчас болезнь должна отойти. У меня брак разрушается, и брак, может быть, сохранится. Не в этом весь смысл. Смысл изменения нашей природы. Сегодня мы этой темой вообще не занимаемся. Всем это исчезло. Удивительный момент. Она исчезла, просто эта тема. Мы занимаемся изменением нашей природы. Сущность христианства. Что такое сущность христианства? Сущность христианства заключается в том, что христианство утверждает, что человеческая природа настолько повреждена грехом и властью дьявола, что сам человек изменить ее не может. Вот вопрос. Это может сделать только Господь. Потому что Господь нам дает и путь, и дает и заповедь. Господь дает нам энергию Святаго Духа. И в церкви, и в его школе, и в больнице, в его больнице, у Господа, в его... Есть таинство, например. Мы с вами каждый день пользуемся водой, но вода, которая в церкви, другая вода. Таинство крещения. И Господь говорит, кто не рожден от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное. Мы с вами маслом пользуемся каждый раз, когда употребляем пищу. Но масло, которое здесь, это совсем другое. Везде, всего, чего коснулось благодать Святаго Духа, все меняется. Меняется природа человеческая. Мы начинаем молиться и просим, Господи, Ты мне дай то-то, то-то, то-то. Ты меня исцели от этого, от этого. Что мы просим? А Бог есть сама благодать. Он и любовь одновременно, и одновременно благодать. И Он, в отличие от наших родителей сегодня, когда дети сегодня к родителям подходят, мама, то-то, слушай, ты мне сейчас не мешай, пойди посмотри телевизор. Мне сейчас не до тебя. Ребенок пошел, посмотрел телевизор и повредился на всю свою жизнь. Все. Его уже никто ни назад не вернет. Он повредился. Но Бог не так. Если мы к Богу обращаемся, Он от нас не скрывается. Он ожидает. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я с упокою вы. Всех призывает. Всех. Но потом посмотрел и говорит, много званых, а мало избранных. Что-то мало идут. Всех зовет. Вот он стоит все время. Придите, 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 придите. Не все идут. Все начинают идти, многие идут тогда, когда появилась проблема. Иногда приходит мать и говорит, батюшка, помогите. Я говорю, а что у вас случилось? Мой сын на скамье подсудимых. Я говорю, а почему вы раньше не пришли? А раньше все было нормально. Но как же было нормально, если он оказался на скамье подсудимых? Вот о чем идет разговор. Сегодня нам нужно задать вопрос. Почему Господь говорит, не судите? Почему Он говорит, не судите? Я все время говорю, Господи, ну как не судить? Вы знаете, что этот делает? Этот. Но по мере того, как я рассуждаю о жизни, рассуждая о том, что происходит, приходится заниматься с таким количеством людей, что ты не знаешь просто, что ты услышишь в следующий момент. Что вы сделаете, если бы вы были на моем месте, когда я услышал? Я говорю, вы аборты делали, женщина? Она говорит, 20. Она 20 убила человека. Что вы скажете? Мешает очень разговаривать. Понимаете? Что? Что можно в этот момент здесь? Смотрите, нет тюрьмы уже, ничего. Человек украл, его и посадили. А здесь никакой тюрьмы даже нет. 20 человек она убила. А вдруг она убила уже царя? А вдруг она убила хорошего врача, учителя? Как так? 20 человек. А вторая, когда я выступал в ДК «Железнодорожник», она вышла, я потрясена, я потрясена. Я до 25 считала, дальше считать перестала. Скажите? Ответьте еще на один вопрос. Приходит женщина и говорит, вчера мой сын покончил с собой. Я говорю, а где ваш муж? Мой муж тоже покончил с собой. А где отец вашего мужа? Он тоже покончил с собой. Три поколения подряд. А ваша дочь вышла за ее сына. Она вышла в брак за ее сына. Что вы будете делать? Каждая женщина. Я не встретил в своей жизни ни одной женщины, которой я говорил, вот если вы сейчас начали бы сначала жить свою жизнь, что бы вы сделали? Я нарожала бы детей. Но это просто катастрофа для женщин. Или монашества идут, или рожать детей. И вдруг, смотрите, два миллиона женщин бросило своих детей. Сейчас два миллиона беспризорников. Все, они бросили. Знаете, как бросают? Рожают детей, встают прямо с этой кушетки и говорят, возьмите его себе. Развернулись и ушли. Как? Какие законы государственные здесь что-то помогут? Поэтому после войны Сталин сказал, абортов не запрещены, аборты. Аборты запрещены. Вот о чем разговор идет. Я недавно узнал, я даже такого не знал, оказывается, в советское время, вот после войны еще, если борщевик рос где-то у кого-то на участке, наказывали человека. Борщевика не было. Все, его сразу, сегодня все заросло борщевику. А к нему нельзя прикоснуться. А дети прикоснутся. Это же вреднейшая страшная штука, которую, говорят, с Куба привезли в свое время. Поэтому я еще раз хочу сказать, что сегодня мы не о том говорим, мы говорим уже о плодах, о последствиях говорим. Представьте себе, я прихожу в колонию, где примерно тысячи человек, да, тысячи человек, и начинаю выступать примерно. Человек 300 приходит в зал, в столовую, и я беседую. 300 человек, вот, 300 человек. Вот продавцы наркотиков, вот убийцы, вот люди, которые, скажем, насильники, вот извращенцы, самые различные преступности. Мне Господь дал дар, никого никогда не осуждать, никого не осуждать. Я начинаю с ними беседовать, и говорю, вы помните, мы учились с вами все вместе в одном классе? Как вы? Они забыли, что они в школе учились. Они уже забыли об этом. Я говорю, вы помните? Вы помните, в первый класс, помните, вы думали, что вы станете преступниками? Вы думали о том, что вы станете разбойниками, жуликами? Вот о чем разговор. Значит, мы прикасаемся к какой-то другой тайне. Смотрите, какой закон Господь вводит в нашу жизнь и в наш мир. Какой закон вводит Господь в наш мир? Что посеешь, то и пожнешь. Интересная штука. Ну, если я посеял свеклу, не родится же морковь, а родится свекла. Я все жду, хотя бы из одной обезьяны появился человек. Вот из людей обезьян уже стало немыслимо сколько. А здесь ничего не получается пока. Одной обезьяне, я в Германии, когда был в Ганновере, пошел в зоопарк и думаю, что же обезьяны любят? По-моему, увидел, что они любят очень бананы. Купил столько бананов, еще давал и говорю, ну, давай, ну, может быть, ты станешь человеком. Нет, не стало. Столько денег на него и строк. Речь идет о повреждении нашей природы, о природе нашей. И в нашей природе телесной, где есть клетки, где есть какие-то ферменты, есть процессы, есть органы, системы, в этой нашей природе, не это главное. Главное, духовность и нравственность человека. Когда у человека отсутствует, мы о духовности не говорим, хотя бы нрав человека. По Богу, по Богу. Потому что мне когда-то пришлось в 90-е годы в тюрьме, в тюрьму меня пригласил, начальник тюрьмы, тюрьмы, не колония тюрьмы, пригласил, говорит, вы приехайте сюда. Я приехал, говорит, с вами хочет побеседовать вор в законе. Вор в законе хочет с вами побеседовать. Вы думаете, о чем он со мной говорил? Он говорит о том, что скоро мы придем к власти, и мы ведем такой нрав, он сказал, нрав такой ведем, что все будет, порядок везде будет. На что я ему сказал, ваш закон заключается в одном, гравь богатых и раздавай бедным. Он так удивился, он вор в законе, посвященный человек, и вдруг я знаю его закон. Я говорю, а кто, как вы определяете, кто богатый, кто бедный? Есть бедняки, которые ленивые, не хотят ничего делать, они бедные. А есть человек богатый, который трудится день и ночь. С таких раскулачили, помещики, христиане были удивительные, всех погубили, всех погубили, понимаете? Они что, были богатые, потому что они лишнее набрали, они что, банки ограбили? Он здесь задумался. Но он говорит, мы свой нрав ведем, свой нрав ведем. И вы знаете, какой нрав. Если кто-то у них там ошибся, все убивают, и никаких разговоров. Вот их нрав. Поэтому сегодня нам нужно понять, почему мы сегодня столько молитв уже совершили. Сегодня столько свечек поставили, столько сегодня молебнов совершили, столько акафистов прочитали. Все стоит на месте. Мы видим, нет результата. Смотрите, Господь спрашивает иногда, ты веришь, что я могу это совершить? Вот слепой говорит, исцели меня от слепоты. А он говорит ему, ты веришь, что я могу тебя от этого освободить? И вдруг страшные вещи, говорит Христос, поверить твоей, да будет тебе. Мы сегодня пришли на причастие. А мы верим, что это есть тело и кровь Христова. Мы верим до конца. Если мы бы верили точно, все, совершилось бы что-то. Значит, у нас нет веры. Мы верим, что мы ставим не свечку, а человека. Мы разве свечку ставим? Господи, знаешь, я тебе купила за тысячу рублей свечку. А я, Господи, купила за три тысячи рублей. Это что такое? Богу что, нужны свечки? Но если мы посмотрим на эту свечку, мы увидим, что воск – это тело человека, а фитиль – это душа человека. И когда вот в таком состоянии, что толку от нее? Все мертвое. Но достаточно нам включить только душу, когда душа загорелась, смотрите, тепло и свет пошло. Мы говорим, Господи, за дочь за мою ставлю, помоги ей, Господи, чтобы душа ее тепло и свет давала. За мужа созываю, Господи, и называемое имя его. Имя ее. Это же все жизнь, понимаете. Мы же не свечку уже, это не свечки стоят. Это люди стоят, за которых мы попросили, а мы подошли, ткнули и пошли дальше. Это же не так. Значит, мы должны постоять, какое-то время настроиться, потому что, если я сейчас даже говорю слово, и многие уже плачут, стоят. А как мы должны? Человек погибает, наша дочь, погибает наш сын. А что мы на это говорим часто? Лучше бы я тебя не рожала. Но разве она родилась не от нас? Она же от нас родилась. Значит, это мы родили, это наш корень, это наша природа. Поэтому сегодня я умоляю и прошу вас, об этом размышляйте, все время думайте о себе. Что же мы с собой представляем? И когда вы поймете, что есть наследственные, в нас что-то наследственное, а есть приобретенное, то, что мы приобрели через глаза, через уши, через язык, через желудок, через тело. Вот эти два начала, которые формируют на нас наши нынешние качества. Тогда мы уже не осмелимся кого-то осудить. Это ужасно. Потом вы прекрасно понимаете, осуждение никого не исправило. Никого. Кроме собственного раздражения. Мы будем раздражаться только. Но оно не сделало другого человека другим. Поэтому сегодня, еще раз я умоляю и прошу вас, Бог есть Бог порядка, а не беспорядка. Это очень важный момент. Здесь все на своем месте. Пение. Как совершается пение? Все четко на каждой службе. Каждая служба вроде бы одно и то же, ничего подобного. Реген знает, что каждая служба, она готовится к ней, к этой службе. И все по-разному. Здесь сегодня вот это, а здесь вот это. Мы просто не слышим пение. Мы слушаем и не слышим. Мы смотрим и не видим. В церкви все на своем месте. Вот пророчества, которые говорят о том, что будет с миром. А вот пророчества, которые говорят, будет вот с этим народом что-то. Вот заповеди. А как работает заповедь? Притча. Почитайте притчи на заповеди, которые говорил Христос. И вы увидите механизм заповедей. Притчи о блудном сыне. И когда начинается Великий пост, начинается Великий пост, и начинаются вот эти идут притчи, толкование на это. Потрясаешься буквально. Раскрывается механизм внутренний, как это действует. Самой любимой книгой в дореволюционной России, Александр Иванович, была книга о Иове Многострадальном из Ветхого Завета. Народ так любил эту книгу, но сегодня кто-нибудь ее читал, конечно, нет. И вот ко мне недавно приехал один большой человек из Москвы, большой человек из Москвы. Он говорит, я хотел бы вот посвятить свою жизнь Иисусовой молитве, хотел бы научиться молиться. Большую должность занимает даже, понимаете, огромная в Москве. Он говорит, я хотел бы стать вот молитвенником. Как к этому прийти? И я ему говорю, вот сейчас ко мне еще приехали здесь люди, я пойду с ними побеседую, а вам оставляю вот Иову Многострадального почитать, и еще четыре жития святых. Четыре жития святых. И когда он прочитал все это, я вернулся к нему, я, говорит, потрясен, что я вообще, к чему я прикоснулся. Поэтому нам нужен эталон, какой-то, нам нужно понимание, к чему мы идем, к чему мы стремимся. Вот эталонами для нас могут стать преподобные. Или, скажем, те святые, чьи имена мы носим. А сегодня, если мы пройдем по городу с вами, обратимся к кому угодно, вы знаете, в честь кого ваше имя? Мое имя в честь дедушки, а мое в честь в честь бабушки. Ну что это? А мы носим имя Николая Угодника, Александра Невского, Дмитрия Донского, но мы не знаем даже их житий. А может быть, наша жизнь была похожа на них, если бы мы это знали. Каждый раз, когда я выхожу на службу, я всегда потрясен тому, что мне не хочется от вас уходить. Я бы день и ночь с вами вот находился, потому что вы уже совсем не те, которые были 7 лет назад, 6 лет назад. Вы так изменились за эти годы. Наши молодые ребята выросли уже, они совершенно другие. Как мы узнаем, что мы изменились? Мы узнаем это по глазам. У вас совершенно сейчас другие глаза. Ваши глаза не только смотрят, но и уже видят. Значит, речь не в глазах, душа поменялась, душа стала другой. Сердце стало другим. И надеюсь, это самый сложный вопрос, чтобы и воля наша стала другой. Воля связана с нашим поведением. Станет ли наше поведение другим? Всем вам говорю одну страшную катастрофу. Большинство поступков, которые мы совершаем, большинство поступков, которые мы совершаем, мы совершаем их на реакциях. Нас обидели, мы ответили сразу. Мы даже не успели разобраться. Тут же дали сдачу. И потом запала эта обида, запала вот этот, нас обидели, понимаете. И мы не можем никуда освободиться. В храме стоим, по дороге идем, просыпаемся, ложимся спать. Мы не можем забыть. Все, печать зашло в нас. Как от этого освободиться? Освободиться от этого можно при одном условии. Если мы поймем природу человека, которое повреждено грехом грехом и властью дьявола. Грех – это и есть нарушение какой-то заповеди Бога, воли Бога, а бесы действуют, нам помогают в этом. Вы заметите следующее. Чем больше вы будете молиться, чем больше исповедоваться, чем больше поститься, и вдруг вы прям точно и ясно, вдруг увидите, что вам кто-то советует что-то сделать, то, что было в детстве, в юности, какие-то грехи вы совершали. Вдруг раз. Но кто вам это дает? Кто вам это напоминает? Напоминают бесы, которые когда-то нами начали управлять. А мы не знали, думали, что это наши мысли. Мы считали, что это наша природа. Ничего подобного. Это не наши. Нам дали эту мысль. Когда будете в следующий раз готовиться к причастию и будете читать молитвы ко святому причению, почитайте внимательно, о чем эти молитвы. Большинство молитв будет о том, чтобы эти бесы от нас отошли, которые нам дают эти мысли. Вот в чем вопрос. Мысли нам дают бесы. Но мы их не видим. Мы многое не видим. Мы не видим воздух, в котором дышим. Мы же его не видим. Что воздуха нет? Он же есть. Мы не видим мысли наши, но они же есть. Мы не видим душу человеческую, но она же есть. Мы не видим суп-атомный мир, но он же есть. И для нас сегодня принципиально является, нас посадили сегодня, посадили буквально. К тому прикрепили, что мы видим. Вот мы пищу видим, да, мы верим, да, пища нужна, одежда нужна, дом нам нужен, машина нужна. А чтобы это все иметь, нам нужно много денег. Чем больше, тем лучше. А Бог, говорю, как? А Бога мы не видим. Говорит, Бога нет, покажите нам Бога. Его нет. Его нет. Я говорю, а воздух? Воздух есть. Покажите воздух. Воздуха тоже мы не видим. А мысли, а душа? И еще хотел бы последнее, что вам сказать. Огромная наша масса тела. И в этой массе тема, ну, мозг. 4,5 миллиарда клеток. Но на самом деле, мужичок малюсенький. Вот когда он нарушается, разрушается, все теряется. Мозг не работает. Вот человек, это есть душа, человек. Потому что душа переводится на наш язык мозг. Жизнь. Душа переводится жизнь. Вот жизнь это душа. И смотрите, стоит человек, огромный, понимаете, большой, понимаете. Вот я вчера в Шаранге был, там день города был, ну, тысячи людей, движение находится. И я говорю, иду с главой администрации, говорю, смотрите, какая высокая. Идет метр два девушка, говорю, как ей трудно будет подобрать мужа себе. Кого она подберет? Я говорю, такая высокая, выше всех. Понимаете? Смотрите, огромная масса. Я встречаю людей, у которых в Америке радуются, когда 200 килограмм вес, понимаете, у папы, а у мамы 180 килограмм, а у дочки там 160, понимаете, радуются. Вот какие мы богатые, мы сильные, уверенные. Да. И вдруг душа вышла из человеческого тела. Валентина, которая к нам ходила в храм всегда, внезапно умерла. Мать, которой ее матери 82 года, она продолжает жить. А Валентина, которая только 60 лет исполнила, она умерла внезапно. Как? Тромбик оторвался, и она умерла. И я перед отъездом в Шарангу в пятницу зашел к ней, уже прям ночью, часов 11, проститься. Она лежит, потому что на следующий день ее отпевали, а я уже уехал в Шарангу. В четверг вечером, помню. Пожалуйста. Я захожу, и вот человек ходил, вот она, мы с ней только общались, но вот 4 дня назад мы с ней разговаривали. Она говорит, я плохо себя чувствую. Понимаете? Все, вот мы с ней разговариваем. И вдруг лежит передо мной вот это вот кусок мяса. Все, больше ничего нет. Если мы через год выкопаем эту могилу, землю уберем и посмотрим на нее, уже ничего не будет вообще. Она жила, энергичная, красивая женщина. Все. Помните все время о своей душе. Нам тяжело и сложно. Душе моей плохо. Мы находимся в раздражении. Душе моя в раздражении. Все время связывайте свою душу. Душа моя. В каком ты состоянии? Мне хочется взять чужое. Душа воровка. Мне хочется изменить своему мужу. Душа блудница. Нам все время нужно об этом думать. И когда душа становится духовной, когда она от Бога набирает то, что нужно, когда Бог ей дает дары и все прочее, душа отрывается от тела, она перестает служить телу. И тело, все, оно уже не мучает нас, оно успокаивается. У нас уходит осуждение, уходит раздражение, уходит пометозлобие. Все становится на свое место. Это такой механизм, который мы должны знать. Вот это нужно понять. И тогда легко нам будет и понятно. Отойти от этих реакций. На реакциях мы живем. Найти в себе силы, никогда сразу не отвечать. Я задаю детям, все время с детьми общаюсь, с школьниками, студентами. Задаю вопрос. Так, дети, то-то, то-то вопрос. Они сразу отвечают. Не попадут. Ошиблись. Я говорю, дети, никогда сразу не отвечайте. Вам задали вопрос, подумайте сначала. поразмышляйте. И смотришь, уже совершенно по-другому не реагируют. Что-то вспомнили. Иногда билет, экзамены, сдаем билет, сразу, все, вот, все, знаю вопрос. Написала, все отлично. Оказывается, неправильно прочитала билет. И ошиблись. Сколько таких трагедий. Учимся, сдаем экзамены. Вот все. Оказывается, неправильно прочитали. Быстро. Надо было поразмышлять. Я уже не говорю про брак. Сколько разводов. Почему ты разводишься? Да он такой-сякой. А когда ты вступала раньше в брак, не видела этого? Не видела. Говорят, что в браке теряют рассудок. В любви теряют рассудок, а в браке обнаруживают потерю. Такие дела. Спасибо всех, Господь. Я прошу вас, умоляю, помолиться обо мне. Потому что может так случиться, что мне придется сейчас уезжать в Японию. Может так случиться. Поэтому я вас всех прошу помолиться. Вот. Поездка такая новая для меня. Неожиданная. Поэтому я прошу вас о молитвах ваших. Чтобы я вернулся. Ну, не за того, чтобы со мной ничего не случилось. Но чтобы просто я вам приехал и все рассказал. Только из-за этого. Спасибо всех, Господь. Спасибо.